приветствую дорогие друзья на своем канале канал о том о всем и обо всем сегодня у нас очередной вывод перепелов в нашем инкубаторе самодельном я обещал сделать видео по доработке данного инкубатора вот и поговорим о всех нюансах и доработках данного инкубатора данный инкубатор кто не видел предыдущие видео у нас есть на канале будет первая часть записано под описанием и в конце видео перепелов я вынимаю каждые три часа то вас обсох то не успел засыхают у нас в инкубат в этом в брудере кому интересно брудер также будет ссылка в описании и в конце видео сегодня 12 сегодня уже 12 часов дня это третий этап внимания то есть вынимал я в 6 утра в 9 и вот сейчас 12 здесь у нас остается но я думаю вот этих двоих мы оставим что-то у него тут прилипло этих мы оставляем досыхать ну а теперь поговорим о самих изменениях значит до этого я использовал две емкости для воды не стояли по краям так как на краях так и так от стенок прохладней у нас еще стоят емкости пришло значит решение поставить одну емкость по центру и чтобы поднять влажность после долгих дебатов и дискуссий с александром с канала семья теклиных было решено применить аэратор от аквариума данная трубка 15 сантиметров поднимает в моем инкубаторе влажность до 94 процентов если говорить по влажности то есть еще один способ это ультразвук после разговоров с виктором павленко на канале он делал инкубацию и увлажнение ультразвуком этим китайским чудом дешевым в итоге получилось что у него упал процент выводимость и также это все сказалось на здоровье птенцов он заявляет категорическое использование использование ультразвука в инкубации просто нельзя его использовать категорически запрещено если вы хотите вырастить здоровую птицу также доработки прошли у терморегулятора в 1209 есть на канале отдельное видео по инертности данного терморегулятора вкратце что мы должны сделать это снять оболочку вот этот вот колпачок самого термо терморезистора терморезистор 10 килоом ли установлен а мы его должны освободить вот клея там герметик все по-разному я освобождал несколько этих датчиков и везде по разному где то есть герметик где то есть прям такой как боксит к везде по-разному это нам позволило регулировать не регулировать отзыв температуры нас стал намного лучше и температура стала намного корректнее в самой камере инкубации также вот хотелось еще поговорить его решетки данная решетка оцинкованные но там где стоит это ванна и брызгает самим аэратором решетка конечно потерпевает такие изменения как ржавление ржавчина и надо искать какую-то другую нормальную сетку скорее всего из какого-нибудь пластика я видел сетку из потолков armstrong для потолков сетка пластиковая armstrong вентилятор заменены на более современные мощные вентиляторы мощности их 019 ампера но про обороты никто не мог сказать продавец отказался не нашел такой информации у нас ними стало намного лучше мощность всех нагревателей у меня 52 ватта поэтому пришлось поставить еще один блок питания так как терморегулятор в 1209 он зависит от этих перекосов от просадки напряжения и показания его меняются из-за просадки напряжения поэтому у меня один блок питания на нагрузку другой блок питания у меня управляет самим терморегулятором и вентиляторами стало намного лучше но заметил то что терморегуляторы зависит от влажности чем выше влажность тем становится более больше видно изменения по температуре некорректная работа самого регулятора от влажности тоже существует также увеличена они увеличены а уменьшена нижняя прорезь откуда выходит теплый воздух и из-за того что прорезь стала меньше увеличился поток и равномерность в самой камере температура стала намного лучше повторюсь возможно уже говорил сейчас у меня разница температур по углам верхам низам 0 3 градуса это принципе неплохо для того что выставить среднюю по центру и разбег у меня получается вместе с термо датчиком разбегом на датчике у меня истережность получается 0 2 градуса и в общем где-то получается 0405 у меня разбежка по температурам конечно хотелось бы лучше но никуда от этого не денешься ну и в конце про крышку самого инкубатора в крышке вы видите отверстие для вентиляции они делали с самом начале но во время инкубации этими этими для вентиляции я принципе не пользуюсь мне хватает тех двух отверстий которые сделаны сбоку до сих пор не могу я понять почему одно отверстие засасывает воздуха в другое отверстие воздух выкидывается из инкубатора поэтому меня принципе задохликов нет это очень радует еще что хотелось добавить при минимальной затрата затрат денег на изготовление инкубатора в моем случае это блок реле температуры значит в 1209 копеечное дело плюс у меня сейчас два блока питания немножко удара удорожил сам проект но при этом в один из 88 процентов в данный момент а так от 80 до 90 я не вижу смысла а делать здоровенные дорогущие инкубаторы конечно наверное с ними будет намного поудобней вы заложили яйца и 17 дней там ничего не делайте не следите но это вас не получится потому что надо следить надо воду подливать надо за влажностью следить надо то да все переворот также у меня ручной мне это как бы напрягает совершенно я переворачиваю два бывает три раза в день по выходным и переворачивать нечего делать сейчас через два части скажем с пилами здесь намного проще не стоит заморачиваться на эту канитель главное принципе сделать теплый инкубатор но на этом все как всегда мантра ютуба заходите на канал подписывайтесь ставьте лайк и дизлайк и есть вопросы есть комментарии свои какие-то ваши идеи пишите пожалуйста все это в комментариях пообщаемся всего доброго до встречи на канале